Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Иннастейшн, и сегодня у меня для вас мотивационное видео с расслаблением моей ванной комнаты. Я знаю, что многие из вас любят смотреть такие видосы, я лично их смотреть обожаю, потому что меня это мотивирует тоже пойти и убраться. Этот ролик я записываю в мотивационных целях, чтобы смотивировать вас на расслабление вашей ванной комнаты, ведь уже наступило лето, и я думаю, что в первые дни лета будет очень полезно расслабить всю квартиру. Не забывайте ставить свой пальчик вверх, если вам понравится данный видос, не забывайте подписываться на мой канал и подписываться на все мои соцсети, ссылочки на которые вы как всегда найдете в описании, а мы с вами начинаем! Моя ванная комната достаточно небольшая, но при этом достаточно вместительная. Здесь очень много лежит различных средств по уходу за собой, естественно шампуни, гели для душа, мыла, различные ватные диски, ватные палочки, и все это требует расслабления. Во-первых, мы с вами проверим средства на их срок годности, те средства, у которых прошел срок годности, мы с вами выкидываем в мусорку, которая у меня уже приготовлена заранее. Также мы с вами, в принципе, посмотрим, как здесь все у меня обустроено, часть вещей мы заберем в мой туалетный столик, потому что такие вещи, как ватные диски, ватные палочки и многие другие, лежат у меня именно в туалетном столике. Если хотите видео о моем уходе за собой, о том, какими средствами я пользуюсь, потому что большинство из них находится у меня в комнате, то обязательно пишите об этом в комментариях. И первое, что я сделаю, это разберу все шампуни, гели для душа, средства для ухода, скрабы, и посмотрю, какие из них уже с истекшим сроком годности, а какие нет. И о части из них расскажу вам. Два средства, о которых я вам расскажу, это два уходовых средства от фирмы CeraVe. Первое, это увлажняющее, очищающее масло для душа, а второе, это очищающий крем-гель для душа. Эти две вещи вы можете использовать вместо геля для душа. Они очень классно, нежно очищают кожу, делают ее мягкой. У кого проблемы с кожей от природы, для тех средства от фирмы CeraVe будут идеальным вариантом. Эти два средства, естественно, не выкидываю, я ими пользуюсь, поэтому их оставляем и смотрим, что у нас там дальше. Следующее, что я вам покажу, это мой шампунь, который я также полюбила в последнее время. Он от фирмы Garnier, и он укрепляющий. Он у меня с экстрактом яблока и неоцином. Он укрепляет волосы, избавляет от излишней жирности волос, и благодаря нему мои волосы перестали быть постоянно грязными, потому что в определенный момент мои волосы были всегда грязными, хотя я их мыла каждый день. Этот шампунь помог мне избавиться от этой проблемы, поэтому я вам его советую. Это достаточно бюджетный вариант, в пределах 400-300 рублей. В принципе, 10 из 10 поставить можно. Далее я нашла целых 3 очищающих средства. Одно из них от фирмы Garnier, и 2 от фирмы Romantic. Это лосьон и спрей для тела, они новые, поэтому их оставляем. Это очищающий мицеллярный гель для умывания, он до 2024 года, еще не с истекшим сроком годности, он практически новый, поэтому также его оставляем. Следующие 2 средства, это гель для душа и шампунь, они мои. Серия очень интересная, на них есть пометка веган, они якобы полностью натуральные, классные. Могу сказать одно, что шампунь мне не подошел, гелем для душа я пользуюсь, он хороший, нормальный, поэтому его оставляем. Шампунь мне не подошел, но при этом практически вся баночка пустая, поэтому это можно выкинуть, остатками я пользоваться не буду, потому что они мне не подходят. Далее у меня есть 2 идеальные баночки, которые избавляют от визуального шума. Это баночка под кондиционер, под шампунь, и там еще третья стоит под гель для душа, но под гель для душа она полностью заполненная, поэтому мы оставляем. А эти 2 баночки необходимо пополнить, поэтому их мы с вами заполняем. Это совершенно новый полирующий скраб для тела, накальная кукуруза называется, от Organic Kitchen, давайте посмотрим, нормальный ли у него срок годности. Совершенно новый скраб, срок годности нормальный, поэтому оставляем. Масло до душа, тоже очень интересная штучка в формате шариков, ее мы оставляем, конечно же, потому что она новая. Интересная баночка, это что-то у нас для головы, это маска для волос. Скорее всего, она уже очень старая, потому что я даже не помню, когда мы ее открывали. И срок годности здесь, скорее всего, до 21 года, поэтому, к сожалению, содержимое этой баночки, пора выкинуть. Далее, что я нашла, это увлажняющий тоник от Mixed. Также уже остатки нужно использовать, и можно будет выбрасывать эту баночку. Молочко или мицеллярное средство для лица отпоет Париж, средство хорошее, еще больше половины, срок годности нормальный, поэтому оставляем. Вот это очень интересная для меня противоречивая вещь от Cetaphil. Якобы это очень хорошая, классная умывалка для лица, это матирующая пенка, которая должна убрать все прыщики, все покраснения с лица. Но мне лично она не помогла от слова совсем. Стоит у меня здесь очень много интересных корзинок, давайте посмотрим, что в этой корзинке. Так, здесь совершенно новый гель для душа, его мы оставляем. Средство от Paiot для кожи, опять же таки оставляем почти полное. Очередные шарики для душа оставляем. Маски до 2023 года оставляем. Использованная уже маска от Treadment, ее мы выбрасываем. Новая глина для лица, ее мы оставляем. Нормальная новая маска для волос, ее мы оставляем. Помолив гель для душа, оставляем нормальный срок годности. Масло от Bloderma, от Aderm, ее мы тоже оставляем. Промываем корзинку и ставим все обратно. Также в эту корзинку кладу средство от Mixit. Кладу новый скраб от Organic, глину, маски для волос, шарики. И также здесь есть еще место, я сюда положу бальзам для разглаживания от Organic. И это коробочка из-под скраба от Organic, но на самом деле здесь лежит мыло для лица от Nivea. И вот такая вот миленькая корзиночка у нас получилась. Как всегда, все миниатюрненько классно, ее я ставлю на место. Заполняю следующую корзинку Organizer. Сюда я ставлю кондиционер, шампунь, гель для душа, еще один шампунь, шарики для душа и крем-гель от CERV. Ну что, корзиночка заполнена. Ставим ее на место. Нашла лекарственный шампунь со стекшим сроком годности. Выбрасываем. Также наверх я убираю мицеллярное средство, лосьон и спрей. Старая паста, старый гель для душа, защита от десен, у которой также истек срок годности. Здесь сбоку у меня висят различные косметички, где также находятся различные средства. Половину из них с истекшим сроком годности я выкинула. И я нашла еще один очищающий гель для лица от фирмы Afroche. Его я также поставлю наверх, чтобы про него никто не забывал, потому что пока оно лежит в косметичке, про него, естественно, все забыли и никто не пользуется. Как я и говорила, здесь почти все вещи новые, запакованы. Здесь шампуни, антисептики, мыло от Невеа. Вот такое одно мыло. Это скраб, а мыло-очищалка лежит у меня в той коробочке из-под скраба от Organic Kitchen. Обычное мыло и много-много чего здесь нового. Здесь ничего выбрасывать не надо. Единственное что, мы выкинем с вами испорченный хлорогексидин, потому что у него уже так же не стек срок годности. Очередная паста, которая закончилась. Ну что, друзья, в принципе, все. Только осталось мне взять несколько ватных дисков и ватных палочек, чтобы положить их к себе на туалетный столик. Так, в принципе, ванну я разобрала, все здесь промыла, просушила, посмотрела, все старое выкинула. В принципе, думаю, что вам не стоит показывать так подробно, потому что уже это будет неинтересно. А такие какие-то средства я вам показала, рассказала. Может быть, какие-то вы для себя новые средства найдете, какие-то купите. Я очень сильно хотела вас замотивировать на уборку. Вы практически убирались вместе со мной. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И если это так, то не забывайте ставить свой пальчик вверх, подписываться на мой канал. Не забывайте подписываться на все мои соцсети, ссылочки на которые вы найдете в описании. А сегодня с вами была я, Иннастейшн. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok